Детей из Мирного, получивших тяжелое отравление, сегодня выписали из медцентра. Их здоровью ничего не угрожает. Дома малыши ждут с нетерпением родные. Напомним, что детей в очень тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Мирненской ЦРБ вечером 29 мая. На следующий день их перевезли в Якутск. Трехлетний мальчик находился в коме. Две двухлетние девочки были в крайне тяжелом состоянии. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Юлия Михайлова продолжит. Чем именно отравились дети и при каких обстоятельствах это произошло, выяснит следствие. Сразу по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса. Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, пострадавшие явились воспитанниками группы по присмотру за детьми, которую организовала 20-летняя жительница города Мирный в своей квартире. Услуги по присмотру за детьми девушка оказывала в рабочее время на возмездной основе по устной договоренности с родителями малышей. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Проверяется наличие оснований для оказания услуг по присмотру за детьми. Сегодня дети выписались домой. По словам медиков, им не потребуется дальнейшая реабилитация. Но вот, чем отравились дети, пока трудно сказать. Ясно одно – это были какие-то лекарства. Сегодня достаточно сложно об этом говорить. Мы просто получили детей, которые находились в состоянии, один ребенок находился в состоянии умы, а остальные были под воздействием этого какого-то лекарственного препарата. Что это было, мы пока не можем сказать. Также в квартире няни провели проверку сотрудники Роспотребнадзора. Девушка присматривала за детьми в съемной квартире, где и проживала сама. Были проведены надзорные мероприятия. В результате этих надзорных мероприятий были отобраны пробы лабораторных исследований. Это все готовые блюда. Меню вообще не было. И получается, по результатам этих лабораторных исследований, даже пробы готовых блюд не соответствовали требованиям Санпина. Ну и, соответственно, детям поставили диагноз – это отравление химическим веществом, то есть медикаментозное отравление было. Такого вопиющего случая могло не произойти, если бы родители отнеслись к выбору няни более внимательно. Такие вот случайные физические лица – это могут быть и соседи, и по устной договоренности. Я могу сказать, что в этом случае родители конкретно не удостоверились о том, что это физическое лицо имеет какие-то там разрешительные документы, лицензии и так далее.